В центре столицы собралось около 100 военнослужащих, которые уже не могут молчать. Дело в том, что с того момента, как пожарная служба при МЧС присоединилась к Министерству чрезвычайных ситуаций, пожарным стали срезать заработную плату почти в два раза. К тому же убрали надбавки за тяжелые условия работы в размере 1900 сомов. К примеру, если полная зарплата составляла около 7 тысяч, то пожарные за февраль месяц получили по 2000 сомов. Мы уже не можем терпеть. Три года назад убрали надбавки за вредность. Теперь уже зарплаты срезают по непонятным причинам. Есть сотрудники, которые за последний месяц получили 2000 сомов. Представляете? А нам надо кормить семью, одевать детей, детский сад и школа. Так же не делается? Мы ведь нужны людям. У нас и так была маленькая зарплата. Каждый из нас является патриотом. Иначе за такую заработную плату вряд ли найдутся желающие каждый раз подвергать собственную жизнь опасности. Помимо зарплаты у военнослужащих ряд недовольств по отношению к руководителям данного управления. Всю спецодежду им приходится закупать самим. По словам Азамата Айдар-Алиева, который спас сотни жизней за 13 лет своей работы, раньше один раз в два года государство выдавало специальную форму, что перестали делать в последние пять лет. Также одной из острых проблем пожарных на сегодняшний день является старая техника. Раньше государство нам хоть как-то помогало. Надбавки и покупали спецодежду. А сейчас государству все равно. Мало того, что зарплату срезают, нам приходится покупать спецодежду самим. Форма нам обходится в 2000 сомов, а специальная обувь стоит от 3000 и выше. А у нас работа такая, что одежда может порваться за один день. Не купишь форму – выговор. Начальство ругает. И это не считая других принадлежностей. На одежду уходит вся наша месячная зарплата. А на какие деньги кормит семью? Здесь у каждого есть дети, кредит и другие финансовые проблемы. Еще одна проблема – это техника. Она очень старая. При пожаре, когда нужен большой поток воды, трубы у нас дырявые, и вода растекается в разные стороны. Мы не можем же сказать человеку, который горит, подожди, у меня форма или техника старая. Мы сразу бросаемся в огонь. Летом 2016 года нам сказали, что отменили надбавки. Хорошо, мы согласились. Потом сказали, что по сути эти надбавки мы не должны были получать, поэтому должны вернуть за этот год деньги обратно. Далее сказали, что мы должны с каждой выплатить за 2016 и 2015 годы. Мы уже не можем терпеть. За три года мы не будем платить, так как к МЧС мы присоединились недавно, а эти деньги я не знаю, где и у кого крутились, и сейчас хотят у нас высечь. Среди митингующих есть многодетные, и у которых ежемесячный кредит в размере 20 тысяч сомов. У них встает вопрос, как жить на такую маленькую зарплату. Наша съемочная группа связалась с начальством Центра управления в кризисных ситуациях и Министерством чрезвычайных ситуаций, после чего все руководство собралось на собрании, куда явился и глава МЧС Кубатбек Буронов. Министр сказал о том, что ранее не слышал о проблемах пожарных и дал точное указание заново собрать комиссию и провести расследование, где деньги людей. Я не понимаю, почему до меня не дошла информация, ведь сегодня на заседании мы как раз рассматривали эти проблемы. Или почему вы, митингующие, сразу напрямую не пришли ко мне. Эту сумму вы должны были вырезать только после согласия людей. У меня вопрос к руководству. Почему вы не спросили у каждого и не собрали подписи? Далее проверили счет одного из военнослужащих, который за этот месяц получил 2000 сомов. В документах написано, что ему перечислили около 10 тысяч сомов. На это бухгалтер ответила, что нужно выяснять с банком. Сегодня или завтра министр дал указание решить эту проблему, а мы будем и дальше следить за ситуацией, в которую попали спасатели.